Добрый день! Вновь с вами подкаст Интернатура, вновь с вами Макс Андомирский, Андрей Бархатов. Мы тут опять некоторое время отсутствовали, в этот раз не очень продолжительно, я за это время успел смотаться в Киев и вернуться. Марк Евгеньевич, по-моему, был в Москве, не знаю, не отслеживал его передвижения, он нам, может, расскажет. Но самое-то главное не это. Давячи сел я почитать спокойно прессу по РСС, как говорится, да, то есть у нас в интернете люди добро пишут в своих блогах или в новостных ресурсах, листаю, никого не трогаю. И вдруг статья от Марка Евгеньевича о том, что скоро мы все умрем, о том, что все кругом очень плохо, что всех кругом стреляют, что и вообще скоро Земля налетит на небесную ось. Секундочку, секундочку, прошу прощения. Во-первых, мы все умрем, это, к сожалению, неизбежно, но об этом наши слушатели и так, я думаю, знают и лишний раз напоминать им об этих перспективах. Вполне о смерти его. Даже нет необходимости. Вполне о смерти. Но я все-таки думаю, что произойдет это не скоро. Или, по крайней мере, достаточно не скоро. Этого собственным слушателям надо пожелать. А вот то, что скоро может происходить, и не так фатально, но тоже в достаточной степени неприятно, нужно сказать, это то, что в обозримом будущем все больше людей вокруг вас, уважаемые слушатели, будут проявлять разного рода явно неадекватные поведения, поскольку можно ожидать в ближайшее время массового обострения и еще более широкого распространения душевных, все речь, психических расстройств. Психия активизируется. Вне всякого сомнения. Ну, с одной стороны, мы это и в интернете наблюдаем нынешним летом. Интернет, как мы уже много раз говорили, это зеркало реальной жизни. Но отражает он те события, которые в офлайне происходят, к сожалению, события весьма печальные. Я думаю, надо начать с той трагедии, которая весь рунет облетела, и многие это обсуждали. То, что произошло не так давно, это убийство известного православного священника, отца Павла Адельгейма. Надо же так случиться, что прожил он свою жизнь, аскетическую, в чем-то героическую, почти что подвижническую. Диссидентскую. Да, конечно же, это тоже подвиг в те времена, когда он был диссидентом еще в СССР. А погиб-то он от руки психически больного человека, которого он принял у себя в доме с целью, видимо, помочь спасению души. Но, к сожалению, спасение души – дело благое, а вот болезни души – это то, чем занимается не религия, хотя в некоторых религиях их сакрализует, а должна заниматься психиатрия. Ибо смирительная рубашка, мягкое привязывание больного к койке и, конечно же, успокоительный укол аминозина. Вот то, что порой может предотвратить крайне неприятные последствия и даже человеческие жертвы. Священник от Эльгейм по доброте душевной, возможно, не озаботился этим. И в результате больной на него напал, зверский убил. Я бы тут на самом деле ремарку все-таки вставил, потому что вообще-то священник, пастырь, как угодно там, он, в принципе, имеет такую профессиональную, что ли, предосположенность, профессиональный риск, потому что по долгу службы своей, сути жизни своей, он общается с людьми зачастую очень неадекватными. Значит, он должен общаться со всеми людьми, с любым, кто пришел к нему с проблемами, со своим вопросом. Соответственно, он входит в группу риска, потому что он общается и с уголовниками, и с сумасшедшими. С сумасшедшими, причем, очень часто, которые идут, собственно говоря, какими-то своими вопросами, довольно-таки странными. И может потом подвергаться очень любой священник большому риску. Лучше все-таки священнику общаться с уголовниками, приходя навестить их в местах лишения свободы, и там их исповедую. А с психически больными людьми лучше общаться, навещая их в соответствующих лечебных заведениях. Священник не может отказать в любом случае. Иначе, к сожалению, трагедии не минуем. И когда следователи убийства спросили, по что он... Бальчику заряжал. Да, учинил это жестокое смертвоубийство. Сатана его сподвигнул. Отвечал убийца, нисколько не колебавшись. Вот так прямо и ответил. Понятно, что речь идет о серьезном психическом расстройстве. И это повод вспомнить о поучительных случаях из того же ряда, которые в свое время служили темой широкого обсуждения в интернете и в Рунете в том числе. Хотя всем известный, печально известный господин Брэйвик и был медицинской комиссией, в конце концов, принят вменяемым человеком. Но у психиатра во всем мире сомнений не остается, что, конечно же, это человек душевно больной. А его отечественный российский подражатель, господин Дмитрий Виноградов, который пытался сделать то же, что и Брэйвик, только пострелять успел, к счастью, гораздо меньше людей. И взорвать ничего не успел. Он человек, страдающий диагнозом хронического психического расстройства. И это было известно задолго до того, как он себе выправил лицензию на приобретение гонстрельного оружия. Вспоминаем мы об этом потому, что именно сейчас, вот этим жарким московским летом, идет в столице суд господин Виноградов. А в то же самое время, в далекой от нас Америке, начался в августе месяце, опять же, военный трибунал над психиатром. Правильно не сказать, бывшим психиатром, американским военным психиатром по фамилии Хасан, который тоже бывает и с психиатрами такое, может быть, даже, я признаюсь, чаще, чем с другими категориями населения. Опять же, профессиональный риск. Тронулся раз сутком и, будучи майором американской армии, решил объявить джихад в знак солидарности со своими единоверцами в Афганистане. И начать джихад решил прямо по месту несения службы. Взял автоматическую винтовочку и стал стрелять всех, кому ему под руку мог попасться. Полтора десятка убил, больше сорока ранил. И сейчас, пока трибунал идет, хотя он и не отпирается, а с гордостью говорит о том, что он миссию свою исполнил, повод задуматься, опять же, о том, насколько некоторые люди могут быть опасны для окружающих или, в крайнем случае, для самих себя. И в этой эпидемии психических расстройств, странном и не совсем душевно здоровым, нынешним летом разразившемся, еще один случай примечательный, опять же, в Рунете, достаточно известный. Дело это было в Приморье, совсем недавно. Жил-де-был мужчина, так ли, сорока с лишним, страдавший обычным заболеванием, не головного мозга, а дыхательной системы, туберкулезом. Ну, а поскольку на российскую медицину нынче надежды нет, обратился он к целительницам народным. К одной целительнице ходил, и она его энергией космической пользовала. Не помогло, хоть обещала вылечить. К другой обратился, призывала на помощь силы потусторонние, астральные, эфирные, но, опять же, на туберкулезную палочку никакого воздействия это не возьмело. Осерчал тогда пациент и под горячую руку убил. Обеих целительницей, абы неповадно было, во-первых, а во-вторых, чтобы они не навредили другим, таким же несчастным страждущим. Буквально заставил их, говорится, исполнить клятву Гиппократа, не навреди, да? Так ведь народные целители, в отличие от обычных медиков, клятвы Гиппократа не приносят. И ответственности перед Гиппократом не несут. Я когда об этом вспоминаю, каждый день, когда я иду на работу, прохожу мимо медицинского центра с вывеской, которая неоднозначно напоминает, что здесь работают родственники Гиппократа. Понятно, что сам, товарищ Гиппократ, известить этого не может. Очень модно стало у нас нынче обращаться к известным историческим именам. Но мало того, все эти печальные случаи, а это только верхушка Альберга, вы понимаете, действительно можно наблюдать такую волну обострения разных душевных расстройств. Происходили они за пределами интернета, а в интернете всего лишь привлекли внимание и стали, понятно почему, предметом массового обсуждения весьма бурного. Ну, Виноградов-то напрямую к интернету привезли, потому что начинал он всю свою деятельность именно в интернете, где предлагал своим манифестом, толкал какие-то идеи. Потому что потом он пошел стрелять-то? Так и Брейвик тоже. Его текст на полторы, аж тысячи страниц. Я помню, в свое время скачал, пока адрес тот не заблокировали. Несколько страниц даже прочитал, больше не стал. Для определенности с диагнозом этого оказалось достаточно. Хорошо, если бы господин Виноградов, да и господин Брейвик и ограничивались деятельностью в интернете. Я думаю, наши читатели согласятся с тем, что среди распространяемых в сети информационных материалов и авторов, и распространителей, у которых очевидные проблемы с психикой, которые прям-таки бросаются в глаз даже непрофессионалам, вот таких вот деятелей в интернете предостаточно. Занимаясь такой виртуальной активностью, они, по крайней мере, себя занимают делом и временно успокаиваются. Так оно и ладно. Лишь бы они никому в реальной жизни не навредили. Но, к сожалению, бывают случаи и весьма печальные, где уже интернет на самом деле виноват. Интернет становится и причиной психического расстройства, и, можно даже сказать, инструментом преступления. Когда человека буквально доводят до смерти через интернет. Конечно, я имею в виду троллинг в его крайней, особо изощренной и жестокой форме. И в Англии, и в Бельгии нынче интернет-пользователи обсуждают печальную тему самоубийства девочки-подростка Ханны Смит, назвали ее. В один печальный день старшая сестра Ханны вынул ее бездыханное тело из петли. А разбирательство, почему девочка с собой такое учинила, вскрыло следующую неприглядную историю. Как и все подростки, девочки особенно, была она не очень довольна своей внешностью, беспокоили некоторые кожные проблемки и дефекты. И решила она посоветоваться с анонимными доброжелателями в интернете. У фейсбука, если я не ошибаюсь. Нет, у английских подростков, видимо, для этой цели популярен сайт ask.fm. Да, точно, ask. Он, кстати, не только у них, он и в России очень популярен. Иногда может быть хорошо, что все-таки российские обитатели чаще спрашивают совета у тех, кого реально знают в оффлайновом общении. Ну, ask-то в России, просто по моим наблюдениям, скорее в вид социальной сети, где не столько даже спрашивают советы, сколько просто такой способ общения странный. Ну, если так, то да. Так вот, девочка несчастная задала там вопрос, как ей улучшить кожу, избавиться от проблем. А в результате на нее палился поток сообщений в Твиттере «Хочешь избавиться? Сдохни! Заболей раком! Умри! Убей себя в стену!» И прочий лексикон, думаю, хорошо известный каждому застарелому пользователю интернета. И несчастную девочку, которая, конечно же, видимо, была закомплексованной, имелись какие-то еще проблемы психологические, довело реально до самоубийства. Показательно то, что, когда полиция вычислила этого тролля, оказался им в Бельгии живущий подросток 16 лет от роду. Первое, о чем он поведал миру, опять же, в сети, он не думал, что это так серьезно, и что он даже может теперь за это попасть в тюрьму. Он не думал, что серьезно то, что она погибнет, или не думал то, что серьезно, что его накажут, потому что он поднимет? Видимо, и то, и другое. Но его, скорее всего, волнует второй аспект. Вот здесь надо сказать, что такого рода поведение весьма характерно для троллей. Часто это люди психологически незрелые, потому-то они вынашивают у себя внутри жгучий такой клубок негативных эмоций, и переполнены ненавистью, которую изливают на весь мир в сети. А как только сталкиваются они с тем, что надо реально нести за свои дела ответственность, за базар надо отвечать, если с фильтрацией его были какие-то косяки, говоря по-русски, то оказывается, что ведут себя как маленькие напугодные дети. Понятно, что в Рунете, хотя трагедии случаются, но случай судебного преследования, единственный только я знаю, опять же по факту доведения до самоубийства, но единственный, а ситуаций печальных, увы, немало. И вспоминая бельгийского подростка, конечно же, в 16-е лет подросток, который не оценивает реально здраво последствия своих действий, не дает себе отчет в том, что придется ответить, конечно же, имеет достаточно явные психические проблемы. Что же получается таким образом? Мы видим этим летом обострение на самом деле проблем внутреннего порядка, психических проблем у многих людей склонно к тому. А эти люди, в свою очередь, начинают устраивать, или пока пытаются устраивать проблемы другим людям, чтобы со своей больной головы переложить это дело на чужие здоровые. И интернет для этого является идеальным инструментом, идеальной средой общения. Ну, я думаю, что, может быть, стоит вот какую штуку рассмотреть. Об этом уже давно говорят ученые, что некоторая активность на Солнце и на Луне вызывает всплески определенных вот таких вот, скажем так, психоза такого на Земле. Тут сюда привязывают и период вот этих войн, которые у нас были в начале прошлого века, и многое, что другое. Имеет ли, может быть, место в данный момент опять вспышка где-нибудь там, на какой-нибудь звезде, которая на нас влияет. Вот вы совершенно правы, Андрей, как вы часто повторяете. Может ли Земля налететь на небесную ось? Ну, это не я, это вообще цитата из Булгакова. Конечно, поменяю Булгакова. Я не виноватый. И Булгаков-то не случайно приписал эти слова своей героине, хоть и малограмотной кухарке в собачьем сердце. Да, действительно, среди тех причин, которые влияют на состояние людей не совсем здоровых, а именно тех, у которых не все в порядке с головой, все-таки голова, на мой взгляд, и самая важная часть тела. Ну да, иногда мы в нее едим. И еще другие вещи делаем. В частности, закачиваем туда контент из интернета. Да, 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 все ждут, даже чип-то уже можно будет поставить. Головы это не всегда безразлично, оказывается. Так вот, на состояние нервной системы, на состояние головы и протекания психических процессов у многих людей, влияет то, что происходит в атмосфере и в ионосфере Земли. Всякого рода геомагнитные возмущения, которые здесь бывают, и которые вносятся, конечно же, нашим замечательным светилом Солнцем. И Луной. Также и Луной. И по прогнозу американских специалистов, в этом, я думаю, можно им верить, в отличие от британских и российских, мы приближаемся вот-вот буквально через пару месяцев к важному моменту очередной смены магнитных плюсов Земли. А это событие земное, в свою очередь, бывает связано с максимумом солнечной активности, с так называемыми вспышками на Солнце, когда к Земле несутся мириады заряженных частиц. Ну, может быть, поэтому по предсказанию многих, скажем так, как и ученых, в том числе и небританских, нас осенью ждут великие потрясения, включая возможные революции, в том числе и в России. Вот здесь приоритет Пальма Перместа должна быть отдана нашему соотечественнику Александру Леонидовичу Чижевскому, который прозорливо более чем 80 лет назад уже сказал об этом в своей замечательной книге. Он установил закон связь солнечной активности и поведения людей, но не индивидуального, конечно, поведения, а массового. Он показал, что фазы солнечной активности, а Солнце проходит через 11-летний цикл, а четко совпадают с очень заметными историческими событиями, такие как революции или широкомасштабные войны. Открытие Чижевского, конечно же, не прошло даром, его быстро заметили, в результате чего гениальный ученый оказался в местах не столь отдаленных в 30-е годы. Это очень популярно было в стране. Но время только подтверждает его историческую правоту. Всякого рода земные катаклизмы, которые как эхо отражают катаклизмы космические солнечного масштаба, как правило, возникают, когда Солнце находится на максимуме своей активности в середине цикла. Приналожение этого графика 11-летнего цикла на то, что происходило в истории нашей страны, можно наглядно видеть. 1917 год, как раз такая фаза была. 1928 год, а это на самом деле тихая революция для России. Воцарение Сталина, конец НЭПа, изгнание Троцкого, Троцкий даже пытался в Москве повторить подвиг декабристов. И понятно, чем это закончилось. Затем 1939-1940 год, начинается Вторая мировая война. Затем начало 50-х годов, смерть Сталина передел власти. Затем 1963 год, отстранение помощники Сергеевича по революции Леонида Ильича, правление которого затянулось сверху обычного. сильнее оказался он космических законов и, видимо, даже исторических. Ну, это все с нашей стороны связано. Да. На самом деле, можно сюда добавить многие вещи мирового значения. Это и война с ведьмами в американские, и, собственно говоря, загнание японцев, там, в констагире. Много чего-то другое, собственно говоря, это можно сделать. Конечно же. И сегодня мы на планете Земля и в нашей стране, в частности, подходим к очередному периоду, вот начнется в конце лет, начале осени, и продлится ближайшие пару лет максимум солнечной активности, когда можно ожидать, со значительной степенью вероятности, что большие массы людей и наших соотечественников в первых рядах будут более чем обычно склонны к неадекватному в самых разных смыслах поведения. И, предупредив об этом наших слушателей с чувством исполненного долга, я хочу еще к ним обратиться и задать им вопрос. Как вы думаете, какими именно событиями для нашей страны это в обозримом будущем в ближайшие 2-3 года чревато? Своим мнением вы, как всегда, можете поделиться в комментариях. Да-да-да. И будут ли у нас по улицам ходить зомби вместо медведей? Собственно говоря, я думаю, на этом мы, наверное, закончим сегодняшний выпуск. И будем ждать обратную связь. Да-да-да. Всего вам доброго. Активности и не только солнечной вашей жизни. Подкаст Интернатура. 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 Послушайте подкаст Интернатура. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok